Если стройбат может воевать и лопатами, то эти войска гаечными ключами. Соревнования Рэмбата в рамках армейских игр начались сегодня в Омске. И в первый день команда из трех стран участвовали в индивидуальной гонке. Затем, как она проходила, внимательно следила моя коллега Юлия Шустра. Это упражнение индивидуальной гонки со стороны вполне может сойти за пит-стоп на Формуле-1. В программу соревнований Рэмбат входят этапы для колесной и гусеничной техники. В первый день на полигон вышли МТО, мастерские технического обслуживания, и РЭМ, ремонтно-эвакуационные машины. Разница между двумя машинами, МТО и РЭМ, собственно, как между мастерской и эвакуатором. Потому что вот это практически полноценный автосервис на колесах. С различными гидравлическими установками, краном-подъемником, токарным станком и даже электросваркой. Много еще чем. То вот это практически полноценный эвакуатор. Даже более того, если обычные эвакуаторы могут только машину поднять, то этот и танк из грязи вытянет. По замыслу организаторов, на этот раз в сложную ситуацию попала грузовая машина. Накрепко засевшая в грязевой ванне авто, пришлось вытягивать лебедкой. На скорость, разумеется. А потом буксировать дальше. Военные в шутку называют это упражнение брелок. Самое большое отставание и в этом, и в других упражнениях у казахстанцев. Китайцы, как всегда, наступают на пятки нашей команде. Но все же не могут ее обогнать. Тем более теперь у наших новая техника. Сокращающее время ремонта и упражнения соответственно. Двигатели мы могли поднять и токенсы, но я просто говорю, что сейчас у нас это более плавно, более точный демонтаж и монтаж агрегатов. То есть времени для того, чтобы с помощью канного манипулятора установить либо демонтировать агрегат затрачивается меньше. Несмотря на позитивный настрой и первую победу, расслабляться нашим ремонтникам рано. Впереди еще общая подготовка, индивидуальная гонка на гусеничной технике и другие не менее сложные соревнования. Юлия Шустрая, Сергей Дубровин, Life, Омск.